ТВ8 О, бонжур, маман Бонжур, бонжур С вашей передачей люди опоздают на работу Зато скучно не будет Я не знаю, если я не включусь, они угробят это дело Бонжур, маман, с любовью к вам С любовью к вам, с любовью Любите на вас, что вы В нашей студии Иосиф Шац и Дмитрий Горкалюк Доброе утро, друзья, добро пожаловать в ТВ8, бонжур, маман, среда На часах 7.00 Доброе утро всем Со мной Иосиф Шац, я Дмитрий Горкалюк И где-то на дорогах столицы Лена Перчук Боже, что это? Блюх, я говорила, чаю надо попить Очень жаль И как же она могла заболеть? Простыла, нам нужно продолжать По-моему, причина совсем другая Вчера сборная Молдова сыграла-таки на результат со сборной Турции 0-4 в пользу турков И вопросов по игре нет Турки наиграли на каждой голове А вот во что играли наши футболисты Непонятно И ведь были предпосылки хорошей игре Сменили тренера Обычно такие кадровые изменения хорошо влияют на команду Футболисты пытаются показать свою лучшую игру В первом матче при новом тренере Не получилось Почему? Не знаю, не кажется мне, что этой новостью ты поднимаешь настроение Кишиневцам Давай пойдем дальше Зато я передал всеобщее возмущение нашей сборной И что еще я хотел бы сказать Что в следующий раз у меня рука не поднимется Над клавиатурой Написать очередной хэштег Давай, Молдова Очень печально Давай попробуем все-таки несколько оптимистичных новостей Ну давайте, давайте Маман заболела, Молдова проиграла Отлично, хорошее начало Столичная мэрия объявила график работы Поющего фонтана в парке Долина Росс Он работает ежедневно по 30 минут Согласно графику С 10, 12, 14, 16, 18 А с 20 часов 20 минут до 21 часа Будет включаться музыка, декоративное освещение И всеобщий праздник наступит вокруг фонтана Напомним, новый объект официально открылся в конце августа Теперь там пешеходные от зона Люди могут гулять среди водных струй Синхронно появляется музыка А также декоративное освещение Накануне Накануне Apple предоставила линейку новых своих телефонов И Apple iPhone, и Apple Watch Стоимость самой дорогой модели 1099 долларов А самый бюджетный 700 Что касается Apple Watch, ситуация следующая Цены на умные часы варьируются от 200 до 500 долларов Я прилагаю теперь представить наших гостей А гости у нас сегодня потрясающие Ну мы их не будем сейчас представлять Мы просто анонсируем Мы не будем их сейчас представлять У нас сегодня в гостях будет топ-менеджер Точнее у Елены Перчун в машине будет топ-менеджер Одной очень, очень уважаемой компании в нашей стране И также актер театра Чехов Так, отлично 7.04 Мы готовимся к той минуте Когда наступает время новостей На часах 7.05 Самое время новостей Городские автобусы попали в поле зрения прокуроров По делу о закупке транспортных автобусов Возбуждено уголовное расследование Дело по процедуре приобретения 31 автобуса Городским автобусным Бывший исполняющий обязанности мэра того времени Руслан Кадряну говорит, что это дело носит Политический характер в преддверии местных выборов В феврале за несколько дней до парламентских выборов Городской автобусный парк Кишинева приобрел 31 автобус Временно исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кадряну Отметил, что были приложены все усилия Чтобы у кишиневца был качественный общественный транспорт Но покупка не обошлась без скандала Несколько экспертов заявили, что тендер провели Непрозрачный, со множеством нарушений Более того, гражданское общество указало на тот факт Что победителем стала компания из офшора Которая предложила самую высокую цену Сегодня, спустя полгода, в прессе появилась информация Что было открыто уголовное дело по процедуре закупок В котором замешано столичное управление транспорта Сам Руслан Кадряну охарактеризовал это дело Как политически мотивированный и дал понять Что его инициировал его оппонент на выборах Андрей Нестаси, который возглавляет сейчас МВД Это может быть совпадением Только сейчас началась избирательная кампания Только сейчас заинтересовались Есть еще 299 проектов для проверки Чтобы начать дело в любое время Если их инициируют Между тем, Андрей Нестаси говорит Что виновные должны отвечать по закону Пока непонятно, на каком этапе находится расследование Руслан Кадряну также заявил, что его еще не приглашали На слушание отрицает, что он был частью рабочей группы Которая выбрала компанию победителя Пишет издание Молдстрит Стоит отметить, что 31 автобус был куплен на средства Из муниципального бюджета Несмотря на то, что еще одна компания Которая приняла участие в тендере Оспорила это решение Каждая минута борьба за жизнь Такова история семей Дети, в которых страдают эпилепсией Что делать дальше, не знают Ведь диазепама, лекарства от этого заболевания В аптеках давно нет А без него страдания невыносимы В агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Нас заверили Медикамент скоро поступит в продажу У Дианы Боцан 7-летний сын Мальчик страдает эпилепсией С июля женщина живет в страхе Жизненно важное для них лекарство Давно не продается у нас А без него любой припадок может стать летальным Я пошла в аптеку с компенсированным рецептом Но вместо 10 доз мне дали 5 Мне сказали, что лекарств нет на складах Есть только две упаковки в Чемишли С тех пор женщина была вынуждена заказывать диазепам Через знакомых за границей Иногда у ребенка может быть несколько приступов в день Поэтому в неделю бывает необходимо Несколько упаковок лекарства Я считаю, что это полная безответственность и халатность Потому что наш случай не единственный Есть и другие дети и взрослые, которым нужно это лекарство Без него невозможно справиться с приступами У еще одной мамы та же история Пятилетняя дочка Алины тоже страдает эпилепсией Женщина рассказывает, что были времена Когда ей приходилось брать в долг лекарства у других мам Чтобы спасти своего ребенка Для нас диазепам – это лекарство, которое всегда должно быть в доме Да, мы можем вызвать скорую помощь Но даже в городе она приезжает как минимум через 10 минут Но нам важны эти 10 минут Именно в это время нужна помощь Ситуация не может ждать Дорога каждая минута Мы решили узнать, есть ли в столичных аптеках диазепам Нет в продаже, говорю сразу В нашей сети нет этого препарата Привезли из ханчешской аптеки Именно диазепам? Вообще нет И такой ответ мы получили в большинстве аптек, в которых побывали В агентстве по лекарствам и медицинским изделиям нас поспешили успокоить Только сейчас получили весь пакет документов, необходимый для авторизации препарата Почему? Возможны проблемы с производством Это немецкий препарат Сейчас он находится на лабораторной стадии Разрешение получено Не позднее, чем через 2 дня он появится на фармацевтическом рынке В том числе и в аптеках По словам врачей, в случае приступов эпилепсии может помочь только диазепам 200 тысяч пассажиров авиакомпании British Airways не смогли добраться в пункты назначения Все из-за двухдневной забастовки пилотов, которая началась в полночь в понедельник Были отменены почти все рейсы авиаперевозчика Пилоты требуют повышения зарплаты и предупреждают Если вопрос не будет решен в их пользу Следующую акцию протеста они проведут 27 сентября Между тем, в самой компании уже подсчитывают убытки Счет идет на десятки миллионов Переговоры между профсоюзом и руководством компании шли с начала года Но достичь компромисса так и не удалось Профсоюз пилотов отклонил соглашение о повышении зарплаты на 11,5% в течение трех лет И требует увеличения доли прибыли Между тем, жители Великобритании и пассажиры возмущены отменой почти всех рейсов авиаперевозчика Одни пользователи соцсетей пишут, что пилоты зарабатывают по 100 тысяч фунтов в год больше, чем многие другие специалисты в стране Другие поддерживают сотрудников British Airways и их требования к руководству компании Впрочем, некоторые считают, что сотрудники авиакомпании не имели права идти на такие безответственные по отношению к клиентам шаги В крупнейшие за последние 100 лет забастовки British Airways принимают участие более 4 тысяч пилотов Отменено без малого 2 тысячи рейсов Это затронуло более 200 тысяч пассажиров По предварительным оценкам за сутки компания потеряла уже 40 миллионов фунтов стерлингов И там уже заявляют, что готовы возобновить переговоры с бастующими Всем пассажирам, кого затронула отмена рейсов, предложили полный возврат средств Новый учебный год и новые случаи незаконного сбора денег В соцсетях ежедневно родители жалуются, что вынуждены оплачивать различные услуги В связи с этим Национальный центр по борьбе с коррупцией активизировал свою деятельность В НСБК создали кризисную ячейку С начала текущего месяца было зарегистрировано свыше 20 подобных случаев О сборе денег в детском саду номер 225 на Чеканах написала одна из мам в Фейсбуке Она показала сообщения в общедоступном чате родителей Людей просят сдать почти 1900 леев на подарки для педагогов Каждому учителю даем по 1700 леев, а на остаток покупаем коробки шоколадных конфет, конверты шампанское без цветов Еще купила три пакета для директора, методиста и учителя музыки Мы не можем им дать просто конверты в руки С этими сообщениями мы отправились в детсад Администрация утверждает, что у них все законно, а деньги сдают добровольно родители из ассоциации У них есть и собственный кабинет в учебном учреждении Это вклад, добровольное пожертвование, за которое мы выдаем чек или их переводят через банк О какой сумме идет речь? Ежемесячный взнос составляет 400 леев Педагоги не получают деньги или подарки от родителей Им не разрешено собирать деньги, я не могу ничего сказать по поводу подарков А тетя одного из учащегося лицея про Сукчиз жаловалась на то, что в школе собирают крупные суммы денег Женщина утверждает, что ассоциация родителей обязывает ее выплачивать 3000 леев в год за контракт на обучение В дополнение к этим деньгам есть и другие суммы в несколько сотен леев То на шторы, то на настенные часы, то на вазоны и так далее На четыре шторы 1850 леев, мешок земли 80 леев, вазон 450 Если вы согласны, думаю, надо собрать по 200 леев с каждого Кроме внешнего вида они покрасили фасад, ничего не изменилось Почему они не инвестируют в класс и не покупают интерактивные доски? В лицее нам сообщили, что получили информацию и инициировали служебное расследование Но на камеру говорить там отказались Нас попросили разобраться родители, но мы не даем никаких интервью Чтобы предотвратить такие случаи, Национальный центр по борьбе с коррупцией сформировал кризисную ячейку В нем жалобы родителей рассматриваются в экстренном режиме совместно с жалобами Министерства образования На сегодняшний день зарегистрировано 22 таковых Многие ссылаются на то, что собирают средства на оборудование или для школьных нужд Мы можем каталогизировать их анонимно, потому что с ними связались коллеги Но они отказались отвечать на вопросы или сотрудничать Большинство родителей рассказывают о происходящем на условиях анонимности Что очень затрудняет работу офицеров Данные центра показывают, что чаще всего деньги требуют ассоциации Родители или собирают в конверте За такие действия учителя могут получить выговор или даже лишиться должности Новости новостями, а вот что пророчат синоптики, посмотрите, послушайте Господи, отсутствие новостей – это самая хорошая новость С любовью от Маман Лучшая погода от Маман У нас на связи Лена, главные новости Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Если что-то важное происходит у нас, так это погода У Маман всегда хорошая погода Но можно прерваться, я должна яичницу перевернуть Реклама с любовью для Маман Студия – это не прачечная, разговаривайте вежливо Вас же тут любят Доброе утро всем Доброе утро нашей самой ранней телезрителе А мы попробуем связаться сейчас с Еленой и послушаем от нее последние новости Лена Перчун видит все, как я Осторожно, на дорогах города Лена Перчун Лена, доброе утро Покажи свою лучезарную луку Доброе утро, доброе утро Бонжур, маман Я, как по традиции, у нас уже принято У нас нет еще гостя Мы еще пока только в пути за ним Потому что путь длинный, город большой Пока мы доедем В общем, я приехала уже на Ботанику И через несколько минут я уже приеду за своим гостем Сегодня у нас в машине это Ирина Балика Это человек, который занимается переработкой, сортировкой мусора И всех наших отходов, нашего производства Что она с ним делает, во что она превращает И как перерабатывает, как сортирует и тому подобное Мы узнаем уже очень скоро при следующем включении Сейчас на улице у нас солнечно Как видите Вот мы проезжаем бульвар дачи У нас плюс 15 градусов Сегодня значительно теплее утром, чем вчера И позавчера Но, тем не менее, обязательно берите с собой что-то теплое Кто выходит сейчас из дома Пробок не наблюдается В городе пока еще все спокойно Вы никуда не опоздаете, если вам нужно сейчас выходить из дома Пока на данную минуту это все Я думаю, что та информация, которую я вам предоставила на данную секунду На данную минуту Это все, что можно сейчас сказать Спасибо, Лена Спасибо Кстати, согласно опросу одной молдавской компании Количество жителей Кишинева полностью или частично сортирующих мусор дома Увеличилось с 2011 года в 4 раза С 17% до 72% Юси, вы верите в эти цифры? Молодцы А как сортируют они? Я не знаю Стекло, картон и отходы, наверное Наверное Замечательно Прекрасная статистика Попробуем услышать, что об этом думает наш журналист и корреспондент Миша Мы подготовили для вас топ-8 самых чистых городов мира И в этот список попал на 8 месте Калга и Канада Город, который находится на вершине списка самых чистых городов мира Замечательный город, расположен между скалистыми горами и саванной Канады Боу и Элбоу Две главные реки, которые проходят через город и обеспечивают необходимую влажность атмосферы и этой области Хельсинки, Финляндия Одно из самых миролюбливых стран в мире Красивые пейзажи и прекрасные строения привлекают большое количество посетителей В 2011 году был признан самым благоприятным для жизни городом в мире По версии авторитетного британского журнала Monocle Веллингтон, Новая Зеландия Огромная туристическая достопримечательность Чистая окружающая среда и атмосфера На еду с другими достопримечательностями привлекает почти 3,6 миллиона посетителей в год В городе полно природной красоты, зеленых мест, гор, пляжей и чистых улиц Что делает его одним из самых привлекательных городов для жизни Признан лучшим городом по совокупности показателей качества воздуха, переработки отходов и потребления энергии Копенгаген, Даня Копенгаген – экономический и культурный государственный центр Дании С многочисленными и красивыми пейзажами, замками и дворцами Известен как один из самых экологически чистых городов мира И полностью привержен высоким экологическим стандартам Выиграл титул «Европейская зеленая столица» в 2014 году Кабе, Япония Жители Японии известны как люди, заботящиеся о здоровье и окружающей среде В Кабе хорошо отлажена система управления отходами Определены разные дни сбора мусора И завершено обширное исследование по безопасности воды Миннеаполис, США Миннеаполис – самый большой город в американском штате Миннесота Он находится на берегу реки Миссисипи И достаточно обеспечен водными ресурсами Он относится к самым посещаемым местам Америки Густонаселенный город с населением 3,3 миллиона человек Поддерживающих чистоту города Гонолулу, Гавайи Чистая природа привлекает множество туристов со всего мира Но хорошо организованное и гражданское сознание играют важную роль Воздух на великолепном острове очень чистый Регулярные осадки помогают в поддержании воздуха чистым от пыли и грязи Аделаида, Австралия Аделаида – столица Южной Австралии Является одним из красивейших городов Австралии С лучшими правилами чистоты Находится на равнинах между заливом Сент-Винсент и высокими горными хребтами Улучшающими очарование и красоту города Имущественный комитет Австралии Определил его как город с наилучшими условиями для жизни В Австралии за предпредшествующие его 3 года А сейчас... Бонжур Рубик С утра смотреть телевизор – это еще на что-то надеяться Когда надеяться уже не на что С любовью от маман Спасибо, Миша, спасибо за эту интересную информацию А сейчас вспомним о другом городе Город, которому 18 лет назад было приковано внимание всей мировой общественности А 18 лет прошло с тех пор, как были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке На этом месте был построен мемориальный комплекс Памятник представляет собой черные квадратные бассейны Повторяющие очертания фундамента башен После трагедии 11 сентября в США Скульптор Зураб Цретели сделал композицию «Слеза скорби» Представляющий собой расколотый небоскреб Внутри которого застыла гигантская слеза, омываемая водой Мемориал Пентагона посвящен 184 мужчинам и женщинам Погибшим во время терактов 11 сентября Когда самолет компании American Airlines врезался в здание Пентагона Памятник, коллективная память В парке на Манхэттене к 10-й годовщине терактов 11 сентября Художница Шерил Оринг установила в Брайан-парке 2753 стула в память о жертвах тех событий Памятник и отражение в Калифорнии Скульптура Ахита Сетуа создана Из 2900 стальных голубей Символизирующих жертв теракта И одной из балок разрушенного Всемирного торгового центра Спортивные новости Время новостей Семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Тайно госпитализировали в парижскую больницу имени Джорджа Помпиду Его поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии При этом носилки с немцем были покрыты чехлом Которые скрывали его лицо и тело Их сопровождала группа людей из примерно 10 человек Во главе шел специалист по лечению сердечной недостаточности По информации французских СМИ Шумахеру будет вводить стволовые клетки Напомню, в 2013 году гонщик получил черепно-мозговую травму Когда катался на горных лыжах Будущая звезда женского футбола Маленькая бразилианка Риана Дусанту Стала настоящей сенсацией Она гениально играет в футбол Зажигала с Рональдинио И мечтала познакомиться с Неймаром Недавно заветное желание сбылось Эту трогательную сцену нужно видеть У этой девочки нет миллионов подписчиков Но среди друзей Роналду и Неймар С двух лет Ариана Дусанту Не расстается с мячом И возит в футболе парней постарше Ариану тренирует отец Когда Давид выложил первые видео ее финтов Девочка взорвала интернет Ариана стала частым гостем футбольных шоу В шесть лет она уже играла с Рональдинио А к семнадцати Ариана планирует забивать на чемпионате мира Футболистка мечтала о встрече с Неймаром И даже придумала финты в его честь На днях желание исполнилось Бразилец встретил Ариану И познакомил с командой Сдержать слезы не получилось Неймар и сборная Бразилии Теперь тоже дружат с Арианой В Швеции установят памятник Легенде национальной команды Форварду Лос-Анджелес Галакси Златану Ибрагимовичу Ибрагимович Легенда Памятник представляет в октябре В родном городе Ибрагимовича Мальме Монумент будет высотой 2 метра 70 сантиметров И весом около 500 килограмм Автор скульптор Петер Линде Памятник, скорее всего, будет располагаться На площади между старым и новым стадионом Первого клуба Ибры По словам генерального секретаря Шведской Федерации Памятник будет данью уважения Величайшему футболисту Швеции И одному из лучших игроков мира всех времен Ибрагимович поиграл в Мальме Айксе, Ювентусе, Интере, Манчестер, Юнайтеде Барселоне, ПСЖ, Милане и Галакси Златан – рекордсмен сборной Швеции По количеству уголов 62 мяча Чудо из английского подземелья Защитник Виккома Джо Джейкобсон Оформил волшебный хэт-трик в матче первой лиги Третий по рангу английского дивизиона Против Линкольн-Сити Событие примечательное не только позиции игрока на поле Два из забитых мячей Джейкобсон оформил прямыми ударами с угловых А еще один со штрафного Три гола стали для Джо первыми в сезоне А все, кто сейчас собирается на улицу Не переключайтесь Переходим к прогнозу погоды на сегодня Время новостей Лучшая погода от Маман Субтитры подогнал «Симон» 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 Если что-то важное происходит у нас, так это погода У Маман всегда хорошая погода Хватит хранить свои сбережения в мечтах Найдите чулочек Сегодня 11 сентября 12-й лунный день Луна в Водолее Сегодня Овен Полезно знать, что тенденции первой половины дня Откроют представителям этого знака немало возможностей Для приложения своих уникальных талантов У них может возникнуть масса интересных идей Телес День неблагоприятный для новых дел Не разменивайтесь в своих стремлениях по мелочам А выберите одно направление Близнецы, если есть проблемы бытового плана То решайте их до вечера Близнецам следует принимать у себя гостей издалека Поэтому нужно будет позаботиться о комфортной, приятной обстановке Рак Не исключено, что заслуги и трудолюбие раков Будут оценены по достоинству Наибольшие успехи сейчас ждут студентов и научных работников Лев Нужно запланировать на этот день определенное количество дел И оставить достаточно времени для отдыха Действие или наоборот бездействие деловых партнеров Может вызвать у вас досаду Дева Звезды предсказывают о Деве удачные переговоры Не только с отечественными, но и с западными партнерами Вы недавно занялись бизнесом, а уже взлетели до небывалых высот Весы и положение планет внесет в вашу жизнь элемент везения Представятся хорошие возможности в учебе, службе или в личной жизни И очень важно не упустить момент Скорпион Для вас идет благоприятная пора в сфере любви Тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно активизироваться Причем активизироваться в течение дня Стрелец Стрельцу все дела будут удаваться легко А вот в финансовом плане назревает кризис Возможно, что о себе напомнят недавние ошибки и ужасные недочеты Козерог Многим козерогам предстоят расходы, связанные с запросами подросших детей Но это не будет вас раздражать Вас скорее может ранить их возможная неделикатность Водолей Сейчас благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов Вы сможете добиться того, что хотели и на что рассчитываете Рыбы Звезды советуют рыбам окончательно избавиться от заблуждений и иллюзий На которые они так уповают Будьте реалистичными, тогда удача окажется рядом с вами Прекрасные предсказания на целый день А теперь реклама Господа, гороскоп — это надежнее, чем слова тех, кто обещает нам сладкую жизнь С любовью от маман Да остановитесь, я же еще зубы не чистила Реклама с любовью для маман Если кто-то не знает, как жить, позвоните, я объясню Доброе утро А мы продолжаем У нас связь с Еленой Такая непосредственная информация о том, как она встречает своего гостя Елена Перчун А кто у Лены гость? А кто у Лены гость? А она пусть представит сама Лена, ты на связи? Лена Перчун видит все, как я Осторожно! На дорогах города Лена Перчун Что меня будут спросить? Доброе утро! Доброе утро, друзья! Доброе утро, студия! Доброе утро! Бонжур, маман! Со мной рядом находится Ирина Балийка Ирина занимается переработкой, сбором, сортировкой мусора и других отходов Чем вы еще занимаетесь, Ирина? Так мы этим и занимаемся, правильно, доброе утро Мы занимаемся экологией, защищаем город от загрязнения Скажите, Ирина, как ваше настроение на сегодня? Очень хорошее, спасибо Вы лично мусор сортируете? Конечно, конечно То есть у вас дома несколько... У меня дома три урна, три фракции Фракция сухая Фракция, которые отходы от приготовления еды И уже фракция, где только стекло Скажите, Ирина, а что нашим людям сделать для того, чтобы наш город стал чище? Во-первых, надо сортировать свой мусор Надо быть очень ответственной То, что мы покупаем, все это потом будет мусором Каждый продукт это мусор потом Поэтому нам надо сортировать правильно Потому что так мы защищаем нашу природу от загрязнения А как вы относитесь к такой информации, что человек, сортирующий мусор Выбрасывает этот мусор в разные урны А потом каким-то образом получается, что они попадают все на одну свалку? Это неправильно Потому что даже если бывают случаи, когда в одну машину ставят только фракции Например, все упаковки, да Это и стекло, пластик, картон Даже если ставится в одной машине, то это не проблема Главное, что нету жидкого мусора в нем Таким образом, друзья, мы сейчас узнали основную информацию о том, что надо делать с мусором Мы поедем с Ириной уже к ней на работу Ирина, куда мы едем? Мы едем на работу Думаю, едем на завод Прекрасно Чтобы вы увидели, как все это начинается И мы подробнее уже поговорим с Ириной в машине И продолжим наше интервью там А где находится завод, Ирина? Он находится в Кишиневе Рядом с бывшей свалкой Кишинев Хорошо, спасибо, спасибо Ребята, мы с вами связаны с нами Удачи, удачи и успехов в вашем сложном деле Во сколько ты будешь в следующем части, знаешь? Сортировать мусор Иосиф, Дима, вы сортируете? Мы сортируем, мы начали со вчерашнего дня буквально Мы хотим быть частью этой важной статистики Спасибо, Лена Главная экология Увидимся Спасибо Ирина Баликая, человек, который занимается очень полезным делом Ее бизнес Ее бизнес, это очень серьезно Актуально, социально для всех Чистые города, это сегодня, ну, наверное, приоритеты в каждом Замечательном Я даже бы сказал, что все европейские города уделяют этому огромное внимание Но мы же стремимся в Европу Конечно Значит, мы должны соответствовать Должны брать пример Ну, во всяком случае, если не прямой пример То соответствует чистоте лучших городов мира Согласен Лена Перчун видит все, как я Осторожно, на дорогах города Лена Перчун Доброе утро, в эфире ТВ-8 Утренняя программа Бонжур, Маман Маман, как вы себя чувствуете? Маман не будет сейчас отвечать, потому что она простужена И ты напрасно надеешься на этот диалог Я хотел поинтересоваться ее здоровьем Ну, спроси меня о здоровье Я за вами наблюдать Нет, это не так Все-таки она наблюдает, несмотря на то, что она простыла Она за нами наблюдает Очень приятно, Маман Здоровья вам Здоровья вам, Маман Мы очень на вас рассчитываем На вашу поддержку, помощь и ваш юмор А теперь о чем мы с тобой хотели поговорить? Наверное, о том Путешествия, города, мир Вы хотите об этом поговорить? Давай Давайте поговорим об этом Итак, о путешествиях Когда ты последний раз путешествовал? Я путешествовал выходные Был в Одессе Отдыхал Так Отходил Себя Это очень далеко Отходил от очень тяжелой недели Понятно А вы когда были в последний раз? Я последний раз путешествовал на канал ТВ-8 Я не могу соскочить с этого путешествия последние 4 месяца И это путешествие началось, но оно продолжается и продолжается Но мы хотим вам рассказать о другом путешествии Старейшим человеком, совершившим кругосветное путешествие на яхте В одиночку стала 70-летняя британка Жанна Сократ Она вышла из канадского порта Виктория на юго-восточном краю острова Ванкубер В британской Колумбии в октябре 2018 года И вернулась туда уже почти через год Без остановок и посторонней помощи Женщина провела в море 330 дней Да, вот сейчас мы увидим небольшой сюжет об этом путешествии Несколько кадров Сотни людей встречали Жанну Сократ в порту Виктория Это не первая попытка совершить кругосветное путешествие в одиночку Предыдущие не удавалось довести до конца Из-за погоды, повреждений яхты или травм Но на этот раз Сократ добилась своего Я бы хотел так А вам, Иосиф? Ну, я бы... Я бы попробовал Попробовали бы? Присоединились бы к Сократ? Запросто Запросто? Я не уверен, что Сократ бы присоединилась ко мне Но я бы, да, на этой яхте почему нет От моря к смотрителям маяка вышел трейлер хоррора «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Вильям Дефо Кинокомпания А24 выпустила второй трейлер черно-белого фильма «Маяк» В киноленте рассказывается о смотрителе маяка и его молодом помощнике, которые живут на острове Мэнф в конце 19 века Фильм снял режиссер Роберт Эггерс, дебютировавший в 2015 году с кинолентой «Ведьма» Премьера состоялась на Каннском фестивале 19 мая В прокат, широкий прокат фильм выйдет 18 октября Вы уже видели трейлер? Нет, конечно Я не видел, вот, видите, прелесть прямого эфира Впервые видим трейлер Отлично Вообще в наше время мало черно-белых фильмов появляется Да, ну, может быть, он тем и интересен А осень? Может быть, он архаус? Ну, посмотрим потом Учитывая, что там играет Роберт Паттинсон Вы смотрели какой-нибудь его фильм? Я смотрел какой-нибудь его фильм Сейчас ты попросишь меня назвать этот фильм, а я не смогу, я же не вспомню Ну, очень такая необычная ситуация Двое взрослых мужчин на утренней передаче обсуждают фильм Роберта Паттинсона Такое может быть только на того осень? Я с тобой соглашусь, но продолжим дальше, хорошо? Давайте, давайте Осень вообще богата на премьеры Сейчас мы вам расскажем, какие сериалы стоит ждать в ближайшее время Согласно подборке молдавского издания 4 сентября вышел сериал «Вутанг. Американская сага» Биография культовых рэперов 90-х Злые улицы Нью-Йорка, дешевые наркотики и запись хитов вроде «Рим» История основана на мемуарах фактического лидера группы А 6 сентября на экраны вышел сериал «Шпион. Мастер перевоплощения» Я, Саша Барон Коэн, играет исторического персонажа Из своего однофамильца, израильского разведчика Эли Коэна В 60-е он втерся в доверие президента Сирии, но затем был схвачен и казнен Иосиф, я не знал, что вы Саша Барон Коэн Вы смотрели фильмы Саши Барон Коэн? Отличный комик Рассказывать дальше А помните ту ситуацию в комедии, когда он пришел на старт Соревнования были по бегу А он якобы диктатор в своей стране И дает старт, и он бежит и отстреливает всех ноги своим врагом Ну да, соперником по гонке Да И что, ты хотел мне посмотреть в ту сторону, где будут отстреливать мои ночи? Очень смешная ситуация Очень смешная ситуация А помните, когда он убегал в одном еще фильме, и ему пришлось спрятаться в теле слона? Нет Слонихи, точнее У тебя есть одно большое преимущество, ты знаешь? Какое? Дело в том, что у тебя времени смотреть фильмы больше, чем у меня И, видимо, знаешь ты о сюжетах этих фильмов гораздо больше Хорошо, идемте дальше Идем дальше Идемте Через два дня, 13 сентября, выходит сериал «Отмена» Авторы «Коня Боджека» – отличный мультфильм Создали новый анимационный сериал, который сначала снимался вживую, а затем вручную перерисовывался Главная героиня путешествует во времени и хочет вернуть погибшего отца В тот же день зрители смогут увидеть и посмотреть сериал «Невероятно» Это остросюжетный детектив про неуловимого насильника и жертву, которой никто не верит Для сериального формата сценариста Эрин Бракович адаптировала резонансную статью, получившую пулицеровскую премию Хочешь обсудить про премию? Ты знаешь про эту премию? Конечно, знаю Вы знаете, про это был пулицер Ну, я догадываюсь, ты можешь расшифровать Слушайте, ну вы смотрели фильм «Гражданин Кейн»? Да Вот, было два таких магната в журналистике, они владельцы газет Пулицер, он световал за этичность, за правильную журналистику И Хёрст, по-моему, так вот, он про образ, его про образ гражданин Кейн в фильме Он световал за скандальность, за яркие обложки, за... Больше за... Креативность, наверное Креативность, да, чем за правду, понимаете? Да, это правильно Пулицер, человек, который после своей смерти учредил эту премию Она дается по литературе, журналистам, ну и оказывается... То есть это уникальная ситуация Очень Когда человек после смерти создал свою премию Ты сейчас это сказал Это было не так До него был и Нобель, не а? Да, да, да И тоже после смерти Это богатейшая фантазия Да, что-то я перепутал, но... Ну, неважно Идем сюда Преступник Кто преступник? Который выходит 20 сентября Актеры, сценаристы, режиссеры из Германии, Англии, Испании, Франции Снимают емкие истории полицейских допросов Все они станут частью новой криминальной антологии Netflix Netflix, да! 27 сентября выйдет сериал «Политика» Сатири... Сатирическая комедия про богатого парня Который каждый сезон будет участвовать в очередных выборах От школьников... От школьных до президентских Новый проект Райана Мёрфи заранее получил продление на второй сезон Политика ничего не напоминает? Политика всегда что-то напоминает А 29 сентября... У нас есть свой сериал на канале Политика Замечательный сериал Он такой бесконечный 29 сентября можно посмотреть сериал «Крёстный отец» Суровый Форест Уаткер В образе гангстера Бампи Джонсона Который долгие годы держал в руках всю гарминскую преступность На втором плане не менее колоритные Винсен де Онофрио и Джанкарло Эппозито К этому часу Всё Увидимся После короткого перерыва Если у вас есть время, терпение и любовь к нам Оставайтесь с нами Хватит хранить свои сбережения в мечтах Найдите чулочек Доброе утро У нас ещё 6 минут до 8 часов Милые мои, а что там ещё в программе? Ну так, чтобы не отвлекаться Сейчас Дима расскажет о том, какие у него ещё есть сюжеты для обсуждения Я бы, конечно, мог бы предложить какую-нибудь тему о предстоящих гостях Вот предложите Предложите Да? Предложите Ну, я хочу анонсировать Сегодня у нас в гостях будет замечательный актёр Юрий Андрющенко Это человек, которого обожают молдавские зрители Его знают не только в Молдове, но далеко за рубежом Он не первый раз и не раз выступал в международных театральных фестивалях Я думаю, что вам будет интересно послушать наш разговор Я в свою очередь хочу напомнить, что наша программа имеет свою страничку в Фейсбуке Заходите, оставляйте комментарии Подписывайтесь И следите за самыми новыми новостями Бажур Маман А сейчас я предлагаю вообще зайти на сайт ТВ-8 В русский раздел Посмотреть, какие у нас новости Давай, пожалуйста, начнём с тебя Первая новость Сериал «Политика» Так, отлично Я не знаю, имею ли я право читать эту новость Так как она про человека красный галстук Так Ну, ты как-то засомневался, вот потерял и видит разговор Я скажу, скажу Давай, активно Илон Шор объявил кандидата от своей партии на пост мэра Аргеева Хотите узнать, кто это? Заходите на сайт ТВ-8 Так Подсказок не будет с твоей стороны? Всё-таки серьёзно Я сам не знаю, давай сейчас зайду, узнаю Так, ну И по моей реакции вы поймёте Кто это? Так, долго, долго только не ищи Давайте, давайте Так Так, сейчас минуту терпения, он обязательно найдёт Лучше бы я ему не давал Слушай, я не знаю, кто этот кандидат Я так и знал Неизвестный кандидат, наверное, не стоит ему уделять времени Следующая твоя новость ЕС угрожает Бразилии санкциями за неучастие в тушении лесных пожаров Вообще, ЕС имеет право угрожать санкциями Бразилии? ЕС имеет право угрожать всем Это единственная возможность наводить порядок Угрожать Когда мы угрожаем, человек как минимум на какое-то время задумывается Потом принимает новое решение Вы давно были в России? Я давно был в России, да А что мне делать в России, когда... Я как будто недавно Ну, понимаешь, возможно, возможно Это такой опыт и такое знание, которое никуда не девается Слушайте, я вообще предлагаю, давайте зайдём на Ньюс Ям Потому что на нашем сайте в преддверии выборов преобладают политические новости А вот на Ньюс Яме мы можем посмотреть самые популярные новости за последние 6 часов Так, есть какие-нибудь яркие? Сейчас У меня не айфон, конечно, поэтому придётся подождать Надо будет поговорить с дирекцией, чтобы тебе подарили нормальный телефон Смотрите Я мог в эфире с ним работать Корвачья может оставить Европу без российского газа Ужасно! Что будем делать мы? Хотя у нас этот вопрос, по-моему, решён Президент слетал в Москву, привёз хорошие новости Газ будет дешевле, а в начале следующего года ещё дешевле И в конце концов он будет поступать к нам Ну, просто так, только потому что мы есть Я считаю, что это нормально А новость касается ЕС, не нас же Ну, конечно Поэтому идём дальше Идём дальше Эстония пожаловалась на вред от украинских мигрантов Так, на вред? На вред, представьте себе То есть на вред от посещения Или как? Я не знаю, может быть, на то, что не вредный Ну, может быть, в чём вред, не пытаемся определить Давайте узнаем, давайте узнаем Об этом пишет портал Вообще, что такое мигран? Опять же, такая ситуация Я не знаю, если я имею право провозглашать Имя этого портала в прямом эфире Так Говорящий говорит Смотрите, учитывая то, что я, к примеру, был в эту субботу и воскресенье в Одессе Всё-таки в Одессе И одесситы, ну, не знаю Они говорят, что в Одессе теперь молдаван больше, чем украинцев Это нормально В свою очередь, после такой новости Украинцы могут сказать, что А вот мы хотим, пожалуйста, на вред от молдаван А знаете, какой вред? Да Я посмотрел, как паркуются одесситы И мне кажется, что именно наши молдаване научили их парковаться Ну, это же нормально, поймите Ну, Молдова же больше, чем Одесса А мы привыкли в больших пространствах разворачиваться так, как нам удобно Очень Вот, например, вчера я собирался на наш эфир И, естественно, рано утром вышел, попытался сесть в свой автомобиль И вдруг обнаруживают, что выезд перекрыт Не может сказать кто-нибудь, который час? Я заплутала во времени Сейчас мы напомним Так вот, когда я пытался попросить убрать машину Он сказал, а вам что, куда-то нужно ехать? А я слышал, вы со мной в этот момент по телефону общались Сказали мне, Дима, подожди А сами держали телефон поблизости Я слышал свою дискуссию Вы понимаете? 8.00 на часах Далее маленькая реклама И вернемся в студию Не переключайтесь Каждое утро с понедельника по пятницу с 7 до 9 Иосиф Шац О господи, а этот откуда? Лена Перчун Худова, очки сними Дмитрий Горгалюк Спортсмен тоже мне гири он поднимает О господи, опять ты чего? В эфире на ТВ-8 Не только в студии, но и на лучшем авто в городе О, бонжур, маман Бонжур, бонжур С вашей передачей люди опоздают на работу Зато скучно не будет Я не знаю, если я не включусь, они угробят это дело Бонжур, маман, с любовью к вам С любовью к вам, с любовью Любите на вас, чё, блин В нашей студии Иосиф Шац и Дмитрий Горгалюк Непредсказуемо каждая минута на канале ТВ-8 Доброе утро, дорогие И не говорите, Иосиф, доброе утро Сейчас 8 часов утра Мы начинаем второй час трансляции Бонжур, маман С вами в студии Дмитрий Иосиф Иосиф, наша коллега Наша коллега Лена Перчун Ведущая на колеса где-то в городе Везет свою гостью Ирину Балийко на работу Чуть позже мы свяжемся с ней Чтобы подробнее узнать о том Как сделать наш город чище Кстати о городах На днях российской столицы исполнилось 872 года Российские рэперы Тимати Игуф Решили поздравить Москву с Днем Города И неожиданно для себя Побили рекорды русского Ютуба По количеству дизлайков 7 сентября исполнители выпустили клип На песню «Москва» ко Дню Города Песни, в частности, были замечательные строчки «Не хожу на митинги и не втираю дичь» Клип, естественно, подвергся критике Поскольку вышел за день до выборов в Мосгордуму Прошедших 8 сентября Давайте посмотрим фрагмент Город, профицит которого Ярды Плитка сыпется с небес Тебе нравится Эти штрафы и от них не избавиться Патриарши и пруды Центр варится Рейды на Садовом ночью снова пятница В пятом поколении Коренной москвич Не хожу на митинги и не втираю дичь Помню этот город 15 лет назад Отвечают САО сейчас мировой стандарт Квинтэссенция интеллигентов и джапшутов Здесь коммерсы выходят в окна Без парашюта Пешком с Арбаты до площади Гагарина Там хлоп на бургер со здоровьем Москва Ты видишь, какой прекрасный клип? Какая прекрасная графика, я вижу Прекрасная графика Слушайте От рэпа Вечером 9 сентября Давайте вернемся Все-таки добьем тему с Тимоти и Гуфом Вечером 9 сентября Ролик получил более 1 миллиона дизлайков Что стало рекордом российского ютуба Оба исполнителя утверждают Что не выполняли чей-то заказ И просто хотели поздравить город Впоследствии клип был удален Слушайте, я думаю, что они очень некрасиво Поступили, удалив клип Ну, не всем дали послушать Нет, дело не в этом А вот те, кто не успел поставить дизлайк Им как быть? Да, им сложно Им сложно, может быть, в загонку что-нибудь отправить Можно по почте Почта России Дизлайк После этого, кстати, Гуф заявил, что Он не был в курсе, что это политический заказ И вообще не знал, что 2 дня назад были выборы мэра И что его кинули Боюсь огорчить Гуфа По-моему, его кинули дважды Потому что выборы на мэра Москвы были в прошлом году Смотрите, дурное дело не хитрое Сегодня у них, завтра у нас Кто знает Это здесь сейчас прошло Будет новый клип Может быть, и у нас появится песня про Кишинев Возможно В конце концов, скоро, скоро Я не знаю, там От рэпа к брейк-дансу В сети набирает популярность видео С котом, который сделал прыжок с поворотов Ролик засняли хозяева пушистого хищника Животное играет с другим котом Зверь замахивается на второго питомца передней лапой А затем внезапно встает на другую И делает поворот вокруг своей оси Так, словно танцор брейк-данса Интернет-пользователи восхитились животным И сравнили его с самым искусным гимнастом и акробатом Смотрите, прекрасная картинка А сейчас 8.04 И мы переходим к последним новостям Время новостей Городские автобусы попали в поле зрения прокуроров По делу о закупке транспортных средств для Кишинева Начато уголовное расследование Возбуждено уголовное дело по процедуре приобретения 31 автобуса городским автобусным Бывший исполняющий обязанности мэра того времени Руслан Кадряну говорит, что это дело носит политический характер В преддверии местных выборов В феврале за несколько дней до парламентских выборов Городской автобусный парк Кишинева приобрел 31 автобус Временно исполняющий обязанности мэра столицы Руслан Кадряну Отметил, что были приложены все усилия Чтобы у кишиневца был качественный общественный транспорт Но покупка не обошлась без скандала Несколько экспертов заявили, что тендер провели Непрозрачный, со множеством нарушений Более того, гражданское общество указало на тот факт Что победителем стала компания из офшора Которая предложила самую высокую цену Сегодня, спустя полгода, в прессе появилась информация Что было открыто уголовное дело По процедуре закупок, в котором замешано Столичное управление транспорта Сам Руслан Кадряну охарактеризовал Это дело как политически мотивированный И дал понять, что его инициировал Его оппонент на выборах Андрей Нестаси Который возглавляет сейчас МВД Это может быть совпадением Только сейчас началась избирательная кампания Только сейчас заинтересовались Есть еще 299 проектов для проверки Чтобы начать дело в любое время Если их инициируют Между тем, Андрей Нестаси говорит Что виновные должны отвечать по закону Пока непонятно, на каком этапе Находится расследование Руслан Кадряну также заявил Что его еще не приглашали Наслушание отрицает, что он был частью рабочей группы Которая выбрала кампанию победителя Пишет издание Молдстрит Стоит отметить, что 31 автобус Был куплен на средства из муниципального бюджета Несмотря на то, что еще одна компания Которая приняла участие в тендере Оспорила это решение Каждая минута борьба за жизнь Такова история семей Дети, в которых страдают эпилепсией Что делать дальше, не знаю Ведь диазепама, лекарства от этого заболевания В аптеках давно нет Без него страдания невыносимы В агентстве по лекарствам и медицинским изделиям Нас заверили Медикамент скоро поступит в продажу У Дианы Боцан Семилетний сын Мальчик страдает эпилепсией С июля женщина живет в страхе Жизненно важное для них лекарство Давно не продается у нас А без него любой припадок может стать летальным Я пошла в аптеку с компенсированным рецептом Но вместо 10 доз мне дали 5 Мне сказали, что лекарства нет на складах Есть только две упаковки в Чемишлии С тех пор женщина была вынуждена заказывать диазепам через знакомых за границей Иногда у ребенка может быть несколько приступов в день Поэтому в неделю бывает необходимо несколько упаковок лекарства Я считаю, что это полная безответственность и халатность Потому что наш случай не единственный Есть и другие дети и взрослые, которым нужно это лекарство Без него невозможно справиться с приступами У еще одной мамы та же история Пятилетняя дочка Алины тоже страдает эпилепсией Женщина рассказывает, что были времена, когда ей приходилось брать в долг Лекарства у других мам, чтобы спасти своего ребенка Для нас диазепам это лекарство, которое всегда должно быть в доме Да, мы можем вызвать скорую помощь Но даже в городе она приезжает как минимум через 10 минут Но нам важны эти 10 минут Именно в это время нужна помощь Ситуация не может ждать Дорога каждая минута Мы решили узнать, есть ли в столичных аптеках диазепам Нет в продаже, говорю сразу В нашей сети нет этого препарата Привезли из ханчешской аптеки Именно диазепам? Вообще нет И такой ответ мы получили в большинстве аптек, в которых побывали В агентстве по лекарствам и медицинским изделиям нас поспешили успокоить Только сейчас получили весь пакет документов, необходимый для авторизации препарата Почему? Возможны проблемы с производством Это немецкий препарат Сейчас он находится на лабораторной стадии Разрешение получено Не позднее, чем через два дня он появится на фармацевтическом рынке В том числе и в аптеках По словам врачей, в случае приступов эпилепсии может помочь только диазепам 200 тысяч пассажиров авиакомпании British Airways не смогли добраться в пункты назначения Все из-за двухдневной забастовки пилотов, которая началась в полночь понедельника Были отменены почти вся рейсы авиаперевозчика Пилоты требуют повышения зарплаты и предупреждают Если вопрос не будет решен в их пользу Следующую акцию протеста они проведут 27 сентября Между тем, в самой компании уже подсчитывают убытки Счет идет на десятки миллионов Переговоры между профсоюзом и руководством компании шли с начала года Но достичь компромисса так и не удалось Профсоюз пилотов отклонил соглашение о повышении зарплаты на 11,5% в течение трех лет И требует увеличения доли прибыли Между тем, жители Великобритании и пассажиры возмущены отменой почти всех рейсов авиаперевозчика Одни пользователи соцсетей пишут, что пилоты зарабатывают по 100 тысяч фунтов в год больше, чем многие другие специалисты в стране Другие поддерживают сотрудников British Airways И их требования к руководству компании Впрочем, некоторые считают, что сотрудники авиакомпании не имели права идти на такие безответственные По отношению к клиентам шаги В крупнейшие за последние 100 лет забастовки British Airways принимают участие более 4 тысяч пилотов Отменено без малого 2 тысячи рейсов Это затронуло более 200 тысяч пассажиров По предварительным оценкам за сутки компания потеряла уже 40 миллионов фунтов стерлингов И там уже заявляют, что готовы возобновить переговоры с бастующими Всем пассажирам, кого затронула отмена рейсов, предложили полный возврат средств Новый учебный год и новые случаи незаконного сбора денег В сетях ежедневно родители жалуются, что вынуждены оплачивать различные услуги В связи с этим Национальный центр по борьбе с коррупцией активизировал свою деятельность В НСБК создали кризисную ячейку С начала текущего месяца было зарегистрировано свыше 20 подобных случаев О сборе денег в детском саду номер 225 на Чиканах написала одна из мам в Фейсбуке Она показала сообщения в общедоступном чате родителей Людей просят сдать почти 1900 леев на подарки для педагогов Каждому учителю даем по 1700 леев, а на остаток покупаем коробки шоколадных конфет, конверты шампанское без цветов Еще купила три пакета для директора, методиста и учителя музыки Мы не можем им дать просто конверты в руки С этими сообщениями мы отправились в детсад Администрация утверждает, что у них все законно, а деньги сдают добровольно родители из ассоциации У них есть и собственный кабинет в учебном учреждении Это вклад, добровольное пожертвование, за которое мы выдаем чек или их переводят через банк О какой сумме идет речь? Ежемесячный взнос составляет 400 леев Педагоги не получают деньги или подарки от родителей Им не разрешено собирать деньги, я не могу ничего сказать по поводу подарков А тетя одного из учащегося лицея про сукчиз жаловалась на то, что в школе собирают крупные суммы денег Женщина утверждает, что ассоциация родителей обязывает ее выплачивать 3000 леев в год за контракт на обучение В дополнение к этим деньгам есть и другие суммы в несколько сотен леев То на шторы, то на настенные часы, то на вазоны и так далее На четыре шторы 1850 леев, мешок земли 80 леев, вазон 450 Если вы согласны, думаю, надо собрать по 200 леев с каждого Кроме внешнего вида, они покрасили фасад, ничего не изменилось Почему они не инвестируют в класс и не покупают интерактивные доски? В лицее нам сообщили, что получили информацию и инициировали служебное расследование Но на камеру говорить там отказались Нас попросили разобраться родители, но мы не даем никаких интервью Чтобы предотвратить такие случаи, Национальный центр по борьбе с коррупцией сформировал кризисную ячейку В нем жалобы родителей рассматриваются в экстренном режиме совместно с жалобами Министерства образования На сегодняшний день зарегистрировано 22 таковых Многие ссылаются на то, что собирают средства на оборудование или для школьных нужд Мы можем каталогизировать их анонимно, потому что с ними связались коллеги Но они отказались отвечать на вопросы или сотрудничать Большинство родителей рассказывают о происходящем на условиях анонимности Что очень затрудняет работу офицеров Данные центра показывают, что чаще всего деньги требуют ассоциации Родители или собирают в конверте За такие действия учителя могут получить выговор или даже лишиться должности Вы смотрели новости, предоставленные нашим новостным отделом Дальше у нас прогноз погоды Господи, отсутствие новостей – это самая хорошая новость С любовью от Маман Лучшая погода от Маман Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Доброе утро Доброе утро, друзья! Доброе утро, друзья! Доброе утро! 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 Почитаетесь, и маечка у вас, бонжур, маман, рубашечка, извините. И как вам водитель? Отлично, все отлично. Машина очень удобная, вообще не шумная, потому что электрический мотор. Во-первых, хорошо, что машина не загрязняет воздух. И так наши кишиневы достаточно загрязнены, так что... Пойдете на переработку эту машину, когда она уже уйдет в утилизацию? Ну, отдадите мне, и мы посмотрим. Скажите, пожалуйста, сколько отходов, ну, примерно, в Кишиневе приходится на жителей... Да. Допустим, мы возьмем весь город и какой-то отдельный район, если вы тоже ведете какую-то статистику. Статистика не по районам, статистика на жителей Кишинева. В общем, жители Кишинева употребляют где-то тысячи и тысячи двести тонн отходов в день. Тысячу двести тонн отходов в день? В день. Мы принимаем на сортировку 600, от 400 до 600 тонн в день. В других городах у вас заводов нету, вы не ведете? Нет, нет. Мы пока только в Кишиневе, потом будем развиваться и будем и в других районах. А сколько лет существует ваш завод здесь, в Кишиневе? В Кишиневе два с половиной года, а переработка уже 14 лет. Отлично. А что бы вы хотели еще, допустим, кроме того, что основная часть у вас пластик, что бы вы еще хотели перерабатывать какие-то отходы? Да, значит, мы после того, как идет сортировка мусора, мы сортируем общий мусор, который приходит к нам, смешанный мусор. И мы сортируем его на 12 категорий, 12 фракций. Все, что мы не можем перерабатывать, именно в стране нельзя перерабатывать, то это идет обратно на свалку. Поэтому я вижу много управлений, где можно заниматься переработкой, например, органикой, и, например, текстилье. А как происходит процесс переработки? Это делают какая-то техника или это люди сортируют? Переработка – это одно? Нет, 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 именно сортировка. Сортировка делается больше людьми, да, потому что мы не можем ставить автоматический процесс. Мусор слишком жидкий, слишком смешанный. Люди не сортируют дома то, что это проблема, и это надо сортировать руками. И сколько у вас людей работает на сортировке? Около 200. Около 200 людей на одном заводе. И вы здесь сортируете, что-то оставляете здесь, и потом куда остальное девается? Остальное – это где-то по объёму, это где-то 40% идёт обратно на свалку. А ваша компания – это кем-то определённым придумано? Кто-то определённому пришло в голову? Да, конечно, конечно. Это у нас семейный бизнес, именно переработка пластика. А началось это с вашего деда или с вашего отца? С моего отца. С моего отца. Потом, как бы, мой папа и партнёр думали, что люди делают с этими мешками, когда их уже не потребляют. И, конечно, они попадали на свалку. Поэтому двух... Но нам известно, что пластик вреден. А чем он вреден, расскажите. Пластик вреден, если он попадает в природу, то он вреден. Если пластик попадает на переработку... Пластик вреден. Непереработка. Надо не перерабатывать. Считаем по губам. Ну что ж... Считаем по губам. Считаем по губам. Переводи, пожалуйста, на русский язык. то что происходит пропала к сожалению связь того парня с вашей передачи да не того сус для на для на попробую выйти на связь потому что нас и нас решишь то лена пойдем дальше в студию попробуем перейти к спортивным новостям попробуем попробуем время новостей семикратного чемпиона формула-1 михаил шумахер тайна госпитализировали в парижскую больницу имени джорша помпиду его поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии при этом носилки с немцам были покрыты чехлом которые скрывали его лицо и тело их сопровождала группа людей из примерно 10 человек во главе шел специалист по лечению сердечной недостаточности по информации французских сми шумахеру будут вводить стволовые клетки напомним в 2013 году гонщик получил черепно-мозговую травму когда катался на горных лыжах будущая звезда женского футбола маленькая бразилианка риана до санту стала настоящей сенсацией она гениально играет футбол зажигала с рональдинио и мечтала познакомиться с неймаром недавно заветное желание сбылось эту трогательную сцену нужно видеть у этой девочки нет миллионов подписчиков но среди друзей роналду и неймар с двух лет ариана до сантуз не расстается с мячом и возит в футболе парней постарше ариану тренирует отец когда давид выложил первые видео ее финтов девочка взорвала интернет ариана стала частым гостем футбольных шоу шесть лет она уже играла с рональдинио а к 17 ариана планирует забивать на чемпионате мира футболистка мечтала о встрече с неймаром и даже придумала финты в его честь на днях желание исполнилось бразилец встретил ариану и познакомил с командой сдержать слезы не получилось неймар и сборная бразилии теперь тоже дружит с арианой в швеции установят памятник легенде национальной команды форварду лос-анджелес галакси златану и ибрагимовича памятник представят в октябре в родном городе ибрагимовича мальмио монумент и будет высотой 2 метра 70 сантиметров и весом около 500 килограммов автор скульптор питер линды памятник скорее всего будет располагаться на площади между старым и новым стадионом первого клуба ибры по словам генерального секретаря шведской федерации памятник будет дань уважения величайшему футболисту швеции и одному из лучших игроков мира всех времен ибрагимович поиграл в мальмио айакси ювентусе интере манчестер и на этот барселоне psg милане и galaxy златан рекордсмен сборной швеции по количеству голов 62 мяча чудо из английского подземелья защитник викама джо джейкомсен оформил волшебный хитрик матчу первой лиги третий по рангу английский дивизион против линкольн сити событие примечательно не только позиции игрока на поле два из забитых мячей джейкобсон оформил прямыми ударами с угловых а еще один со штрафного три гола стали для джо первыми в сезоне а теперь узнаем что говорят синоптики время новостей лучшая погода от маман была вот вот он все и и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Если что-то важное происходит у нас, так это погода У маман всегда хорошая погода Если кто-то не знает, как жить, позвоните, я объясню Ну что же, погода ясная, небо прекрасной ясной голубизны И мы можем поинтересоваться тем, что сулят нам звезды Тенденции первой половины дня откроют представителям этого знака Немало возможностей для приложения своих талантов У них может возникнуть масса интересных идей Близнецы, если есть проблемы бытового плана, то решайте их до вечера Близнецам следует принимать у себя гостей издалека, поэтому нужно будет позаботиться А комфортные и приятные обстановки не помешает молдавское вино Рак Не исключено, что заслуги и трудолюбие раков будут оценены по достоинству Наибольшие успехи сейчас ждут студентов и научных работников Лев, нужно запланировать на этот день определенное количество дел И оставить достаточно времени для отдыха Действие или наоборот бездействие деловых партнеров Может вызывать досаду и тихое раздражение Дева, звезды предсказывают Деве удачные переговоры не только с отечественными, но и с западными партнерами Вы недавно занялись бизнесом, а уже взлетели до небывалых высот Весы Положение планет внесет в вашу жизнь элемент везения Представятся хорошие возможности в учебе, службе и личной жизни И очень важно не упустить момент Скорпион, для вас идет благоприятная пора в сфере любви И тем, кто еще не нашел свою половинку, нужно активизироваться А тем, кто нашел, активизироваться не нужно Стрелец Стрельцу все дела будут удаваться легко А вот в финансовом плане назревает кризис Возможно, что о себе напомнят давние ошибки и недочеты Козерог Многим козерогам предстоят расходы, связанные с запросами подросших детей Но это не будет вас раздражать Вас скорее может ранить их возможная неделикатность Неделикатность, да Водолей, сейчас благоприятное время для того, чтобы заняться реализацией своих планов Вы сможете добиться того, на что рассчитываете Рыбы Звезды советуют рыбам окончательно избавиться от заблуждений и иллюзий, на которые они так уповают Будьте реалистичными, тогда удача окажется рядом с вами Это был гороскоп на сегодня, 11 сентября 2019 года Среда Среда Да, среда Оставайтесь с нами Господа, гороскоп это надежнее, чем слова тех, кто обещает нам сладкую жизнь Сегодня у нас в гостях обладатель национальных и международных премий Замечательный актер театра и кино Исполнитель главных ролей в нескольких пьесах в театре имени Чехова Юрий Андрющенко Доброе утро, Юрий Доброе утро, Юрий Ну, Дмитрий, представил тебя вот эта фраза Исполнитель нескольких ролей Конечно, меня несколько напрягла, потому что Юра, мне иногда кажется, что на этом имени держится половина репертуара Чеховского театра Я даже не понимаю, как он вообще держит в голове весь этот текст Этот огромный текст, где у него почти везде главные роли Юра, я хочу в первую очередь поздравить тебя недавно прошедшим твоим юбилеем Спасибо 50 лет, золотой полтинник, это ко многому обязывает Ну, расскажи о своей сегодняшней жизни С чем ты пришел к открытию нового театрального сезона? С чем я пришел? С надеждами на лучшее будущее Так С надеждами каких-то... Это оптимизма, я не слышу оптимизма в голосе Ну, сейчас я еще не проснулся, это для вас уже утро Мы богема, мы просыпаемся поздно Понятно, богема Бенжур, мама Богема Да, для меня это еще очень рано Ну что, с надеждой на интересную новую работу Так У интересного режиссера Замечательная пьеса Понятно Даю маячок Понятно, понятно Понятно, понятно А вот я знаю, что в ближайшие выходные два спектакля в субботу и воскресенье, в которых ты исполняешь главные роли Расскажи немножко об этом В субботу В субботу играем ревизора Почему? Ну, потому что я, наверное, до конца все-таки не раскрыл этот персонаж Наверное, я еще не до конца его понял Не до конца нашел необходимые краски для того, чтобы воспроизвести то, что задумал Гоголь Юра И пятически уже тоже не совсем просто Да, я хочу сказать, что в день твоего юбилея или рядом с юбилеем Говорить о себе в каких-то критических нотках, ну, совершенно неуместно Замечательный актер, тебя обожают зрители Я говорю правду Я знаю, что когда ты выходишь, раздаются аплодисменты Я знаю, что на тебя приходит половина зрительного зала А ты тут сейчас начал... А вторая половина на кого тогда приходит? А вторая половина находится в раздумьях Поэтому дай ей возможность прийти к тому, что называется полное восхищение Таким именем, как Юрий Андрющенко Спасибо большое Пожалуйста, а теперь я хотел бы, чтобы ты еще несколько слов рассказал О своей роли в спектакле «Воскресном» Который называется «Страсть модеренов» О, Господи, люблю всех! Глаза бы мои на вас не смотрели Я такого не играл, правда Мы уже вторую реплику «Маман» Брутальный Бонж... Что? Вы слышали сейчас нашу «Маман»? Я прослушал, вероятно, я слышал голос Она сказала, что... О, Господи, люблю всех! Глаза бы мои на вас не смотрели Она умеет даже повторять точь-в-точь То, что говорила ранее Да? С той же интонацией Она такая способная, талант Очень способная У нее, правда, небогатый словарный запас Небогатый? Не богатый Я не сказал, она очень остроумна у вас Я же слушаю ваши программы по утрам иногда Очень остроумные реплики Правильно воспринимаешь «Маман» Все, можете продолжать? Студия – это непрактично В этой сцене я занимаюсь тем, что попиваю профессиональный чуек Так А вы дискутируете Да Юра, итак, о твоей работе в спектакле «Страсть Мадалена» Я знаю, что у тебя замечательная партнерша Руслана Гончарова Ну и не одна У меня и партнерша, и партнеры Руслана и Вера Ну, расскажи немножко об этом И вообще, авансируй спектакль У тебя придут зрители в воскресенье Ну, что я могу сказать? Мы такого спектакля не играли Мы такого материала не играли В таком жанре, в таком стиле В Театре Чехова я не припомню Спектакль, по крайней мере, на моем веку А объект твой в Русском театре сколько длится? Век мой, ну, почти 30 уже 30 лет Без малого У тебя все впереди еще? Еще, да, все впереди, я надеюсь Что впереди, интересно, еще много будет А вот роль, это, конечно, для меня была сложна В том плане, что приходилось искать краски Которые, возможно, мне лично не присущи Моему характеру А какие? Моей психофизики Ну, он такой Брутальный Брутальный Мужик такой Мачо Войны Мачо Простите За которым женщины стаями Толпой Да, собственно говоря, вся история и суть в том, что эта женщина, Мадалена, она влюбилась в него так, что на эту любовь она положила всю свою жизнь Собственно говоря, из-за этого и погибает Из-за страстной любви Из-за предательства Его, к сожалению, ну, мне лично по-человечески это непонятно, я другой Чтобы предать женщину, которая тебя любит, которой ты испытывал чувства С которой ты родил детей Ну, я не знаю, что нужно иметь В общем, не очень интересно, ты рассказываешь о спектакле, я понял А вы приходите и посмотрите А, понял, хорошо В воскресенье приходите и посмотрите В воскресенье О спектаклях рассказывать на самом деле бессмысленно Потом в понедельник Рассмотреть Мы потом в понедельник утром обсудим Давайте, я с удовольствием С Русланом Если не трудно, более ясно произнеси, когда и куда нужно прийти В воскресенье в театре Чехова, в 18.00 Смотрите спектакль «Страсть Мадалены» Да О пьесе американского драматурга Дона Нигра У меня к тебе еще один вопрос По поводу актерской твоей миссии или твоей страсти Скажи, какими качествами нужно обладать, чтобы быть актером? Нужно быть гибким, терпеливым, терпимым, выносливым Нужно быть гибким и внешне, и внутренне Ярче, еще, еще Еще? Еще что? Широкой палитрой нужно уметь видеть, чувствовать этот мир Отмечательно И слушать режиссера Вот, это самое главное Но одно качество странным образом ты не назвал И это меня удивило Это слово, которое называется талант Нужно обладать талантом Но я знаю, почему ты не сказал Талант – это дело относительное растяжимое Можно обладать талантом, но если ты ленив, если ты его не поддерживаешь, то... Развиваешь Развиваешь Правильно Талант может покинуть Ну, вообще талант – это хорошая предпосылка для начала пути Ну, что такое талант? Мы могли бы на эту дему подискутировать достаточно широко Но для этого нам потребуется, ну, гораздо больше времени Поэтому сейчас вот Дмитрий предлагает с тобой сыграть в какую-то странную игру В странную игру? Да Дима, вот можешь прямо с листа прочитать задание Я предлагаю, вы мне передаете листы Да, да, да Боже, я уже боюсь Не бойся Не бойся, это все живо, это все интересно Игра Условия игры Иосиф, мой коллега Будет задавать вам указания, в каком жанре или в каком стиле вы должны произнести отрывок И вы должны его сыграть Угу Отрывок Ну, фразу, может быть Фразу, хорошо Какую? Например, такая фраза, вот скажи фразу «Бонжур, маман» ну, просто вселенской любовью Бонжур, маман Неплохо, неплохо, хорошее начало Больше чувства Да А ту же самую фразу попробуй произнести с намерением получить высокую зарплату Бонжур, маман А где протянутая рука? Нет, ну я не умею, прости Ну, бонжур, маман Ну, бонжур, маман Вот, вот, замечательно Ну, вот, наши редактора подготовили текст Отрывок из «Красной шапочки» Так Сейчас Иосиф будет вам засчитывать указания, да? Говорить, в каком стиле читать отрывок Скажи, сначала прочти без указаний Полностью? Да Не обязательно полностью Нет, мы будем менять Красная шапочка Жила-была маленькая девочка Мать любила ее без памяти А бабушка еще больше Ко дню рождения внучке подарила ей бабушка красную шапочку И с тех пор девочка всюду в ней ходила Соседи так про нее и говорили О, красная шапочка идет Отлично, спасибо А теперь я хотел бы, чтобы ты попробовал Прочесть кусочек или вот этот текст С негодованием Помня о том, какая трагическая судьба Произошла с красной шапочкой Как можно было так подставлять красную шапочку? Это режиссерская версия, да? Жила-была маленькая девочка Мать любила ее без памяти А бабушка еще больше Во дню рождения внучке подарила бабушка Красную шапочку И с тех пор девочка всюду в ней ходила А соседи про нее так и говорили Вот, красная шапочка идет Бонжур, маман Безобразие Замечательно, Юра, спасибо Я чувствую, что мы еще с тобой будем не раз встречаться На нашей программе И возможно, ты каким-то образом Ну, прояснишь Что нужно делать актеру в театре Ты готов? Сейчас? Нет, сейчас не надо Прояснить, что нужно делать актеру в театре Да Работать Работать Жить в театру Правильно Безвозмездно Спасибо большое Всего тебе наилучшего Приходите в театр Спасибо В нашей студии Иосиф Шац и Дмитрий Горколюк Доброе утро всем, кто нас смотрит Сегодня среда 11 сентября Доброе утро Это 8 И это программа Бонжур, маман Иосиф Да Я хотел, чтобы Юрий прочел еще красную шапочку с акцентом грузина У нас Почему вы не дали ему такое указание? У нас ограниченное время И кроме того, у нас большая в Молдове грузинская диаспора Если вы не хотите нарваться на критику серьезную То лучше не задавать таких заданий Попробуем связаться с Еленой У нее есть еще небольшая информация Лена, ты нас слышишь? Доброе утро Бонжур, маман Я вас слышу прекрасно Как у вас там прошел Прошло время, которое нас с вами не было Да так, Иосиф общался с Юрием Я чай пил Вот, в общем-то мы ожидали этой минуты встречи с тобой Поэтому мы ждем от тебя информации За это время, друзья мои Я успела приехать на завод По переработке и сортировке Наших бытовых с вами отходов И со мной по-прежнему рядом Ирина Которая вкратце нам вне эфира рассказала О том, что здесь происходит Ирина, скажите, пожалуйста До того, как приходит пластик сюда Есть специальные контейнеры? Да, есть специальные контейнеры Именно из сетки Которые для пластика Или для других упаковок Которые отходы уже После того, как вы перерабатываете этот пластик Что из него дальше можно сделать? Дальше разные заводы Делают другой пластик Например, разные упаковки для косметики из пластика Разные пиалочки из пластика И лопат Очень много-много примеров Что из пластика переработано Можно делать И потом опять перерабатывать Значит, пластик можно перерабатывать бесконечно Главное его сортировать отдельно Вы работаете в партнерстве с какими-нибудь эко-компаниями? У нас... Которые вам помогают? У нас не партнерство А мы просто все дружим Мы помогаем все друг другу В общем, есть ОНЖ Которые информируют Которые всегда на связи с нами Как надо правильно сортировать наши отходы Почему это делать И так далее И мы тоже время принимаем всегда здесь Ваши друзья Ваши друзья Кстати, об экскурсии Может, вы расскажете, что у нас происходит здесь? У нас тут сортировочный завод Общих отходов Муниципальных отходов Мы принимаем здесь около 500 тонн в день От автосалабритати Выводится, разгружается машина на платформе Потом выводится на сортировочных линиях Где сортируется на 12 категорий Потом все эти категории Прессуются В одной, как бы, большой упаковке Потом они отвозятся к переработке по отдельности И стекло сводится сюда же? Тоже Здесь принимаем весь мусор Потом уже он идет по каждому управлению отдельно Спасибо, Ирина Вы прекрасно нам все рассказали Может, дадите совет нашим телезрителям О том, как сохранить наш город чище? Во-первых, надо уважать природу Надо себя уважать и поставить отдельно отходы Которые могут быть переработаны Переработаны могут быть стекло, картон, бумага, пластик Все электронные и электрические отходы тоже Значит, не вмешайте их с отходами от еды Потому что потом это очень трудно их перерабатывать Вы можете сказать всем нашим зрителям Бонжур, маман Бонжур, маман Вот так вот, друзья Бонжур, маман Спасибо вам, что были с нами Завтра с 7 до 9 Я опять буду в городе Опять новый гость Опять новая информация Я буду рада вам рассказать о том, что происходит у нас в городе И буду рада встрече с вами Друзья в студии Иосиф, Дима Лена Перчун видит все Как я Осторожно! На дорогах города Лена Перчун Лена Перчун подвозила Ирину Балийку Топ-менеджера компании по переработке отходов А сейчас мы будем смотреть сюжет Нашего специального корреспондента Миши Мартынова Каждый день жители и гости нашего города Сталкиваются с огромными и нудными пробками В которых иногда можно постоять даже более часа Можно сделать вывод, что дороги остаются такими же А машин с каждым годом становится все больше и больше И в таких жестких условиях возникает вопрос А нужна ли вообще машина в городе? Нужна ли вам в нашем городе машина? Нужна ли вам в нашем городе машина? Нет Пробки Только за пробок Вы водитель? Нет Хотели бы себе машину? Хотел бы Отлично Какую машину бы вы себе хотели? Вот вам говорят Выбирайте любую Какую вы себе возьмете? Почему у нас так много пробок? Ну Много водителей Приус Нужна ли вам в нашем городе машина? Да Почему? Ну это удобно передвигаться Мы живем за городом Поэтому нам нужно Работаем в городе Так, замечательно Люди за городом Почему у нас так много пробок? Из-за множества машин Неправильных парковок И узких дорог Ну нет плана Какого-то нормального Для дорожного Думаю Из-за этого все проблемы Какие плюсы у машины? Относительно быстрое перемещение По городу Комфорт Независимость от расписания Транспорта Ну а какие минусы? Это Во-первых Это затраты Во-вторых Довольно-таки Некачественные дороги Ну и конечно же Наиболее проблемная ситуация Это Отсутствие парковочных мест Нужна ли вам машина В нашем городе? Да Почему? Передвигаться Ну пробки Понятно Как бы это вот Ну как бы Ну считаю что нужна У вас есть машина? Да А если бы вы могли бы себе выбрать Какую вы бы себе выбрали? Не могу сказать Ну какую-то малолетражку Так поэкономичней У вас одна машина в семье? Да Вы считаете что в семье должна быть одна машина Или у каждого должна быть своя? Ну все зависит Как бы Ну думаю что Две машины это нормально Скажите Нужна ли в нашем городе вообще машина? Я думаю что да Для меня это будет отлично Если будет У вас нет пока машины? Ну была Была? Какую бы вы хотели себе машину? Ой этот вопрос Ну конечно Хорошая, удобная Любую называйте любую как хотите Ну я бы выбрала BMW X4 или X6 Или Porsche В нашем городе нужна машина? Я только против Машин? Да Почему против? Споти Романа Споти Романа Стык Экология Только поэтому? Смолти Амутияж Грек-черкунат Водитель? Да То есть у вас есть машина? У меня есть машина Но я не езжу на машину Машина? Это несомненно удобный способ передвижения Но в нашем небольшом городе С большим количеством машин И узкими дорогами Это все чаще становится проблемой А при наличии более комфортного транспорта И точного расписания Машина вообще может потерять в цене Вы слышали, что люди экономят на бумажных альбомах И хранят фото в каких-то там инстаграмах Продолжаем тему автомобилей Правительство планирует внести поправки в законодательство Связанные с наказанием водителей У которых во время вождения нет при себе водительских прав Таким образом водители, которые владеют и управляют собственным автомобилем На национальных дорогах будут избавлены от необходимости Представлять этот документ Хорошая новость Но не всем стоит расслабляться Эта мера будет применяться только к названным водителям Из-за ограниченных возможностей агентов дорожного движения Проверить наличие прав у тех, кто пересекает транзитом нашу страну, возможно Хорошая новость Еще одна хорошая новость Для тех, кто любит Одессу Граждане Молдовы, возможно, смогут посещать Украину без паспортов Соответствующую возможность обсудили главы МИДы В двух странах по телефону Кроме того, стороны предложили отменить роуминг на телефонные переговоры Наша программа подходит к своему завершению Мы желаем вам хорошего, ясного, солнечного, насыщенного и разнообразного дня Хорошего дня всем Каждое утро с понедельника по пятницу С 7 до 9 Иосиф Шац О господи, а этот откуда? Лена Перчун Худова, очки сними Дмитрий Горгалюк Спортсмен тоже мне гири он поднимает О господи, опять тяжелось В эфире на ТВ8 Не только в студии, но и на лучшем авто в городе О, бонжур, маман Бонжур, бонжур С вашей передачей люди опоздают на работу Зато скучно не будет Я не знаю, если я не включусь, они угробят это дело Бонжур, маман С любовью к вам С любовью к вам С любовью Любите нам еще, блин